С 1 июля в Казахстане пересмотрят тарифы на коммунальные услуги. Это вынужденная мера, связанная с износом инженерных сетей и необходимости их ремонта. Так заявили в Комитете по регулированию естественных монополий. Изменения коснутся не только мегаполисы, но и другие регионы страны. Сколько теперь будут платить за коммуналку казахстанцы в материале Адель Акжаркеновой. На сегодня износ теплосетей в Алматы составляет 59%. Водопроводных и канализационных более 50%. Чтобы провести ремонт и модернизацию инженерных объектов, запущена программа «Тариф в обменные инвестиции», разработанная по поручению главы государства. Рост тарифов отмечается в среднем на уровне 15-20%. На населении, если взять сферу водоснабжения и водоотведения, рост для населения это 15%. Отразится примерно, средний чек вырастет у населения на 150 тенге. По теплоснабжению для населения тариф идет рост на 20%. Средний чек по теплоснабжению и горячему водоснабжению составит на однокомнатную квартиру порядка 1000 тенге, на двухкомнатную квартиру порядка 1800 тенге и 2400 тенге. В последний раз тариф на воду в городе повышался в 2014 году до 55 тенге за 1 кубометр. С тех пор он только снижался и на сегодня составляет менее 48 тенге. С 1 июля для населения 1000 литров воды, то бишь 1 куб питьевого водоснабжения с крана будет стоить 55 тенге 20 тын. По канализации, соответственно, этот же объем будет равен 29 тенге 74 тын. Сегодняшний уровень тарифа и с учетом повышения тариф по городу Алматы считается одним из самых низких по стране. Ранее на заседании правительства министр энергетики Алмас Адам Садкалиев отметил, что повышение тарифов – вынужденная мера. Уже сейчас в стране ведется активная работа по подготовке к отопительному сезону. Для успешной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2023-2024 года необходимо обеспечить исполнение ремонтных работ в необходимом объеме в согласованных сроках. Не допускать сокращения запланированных объемов, в том числе по зданиям и сооружениям. Уже сейчас начать формировать нормативный запас топлива, соответствующую координацию провести с КТЖ. Мы этой работой уже занимаемся. Специалисты также отмечают, что дополнительное финансирование снизит аварийность и повысит качество оказываемых коммунальных услуг.